Взаимная поддержка решающий фактор в этом соревновании. Кастели или человеческие замки – самая знаменитая традиция Каталонии. Башни из людей достигают 15-метровой высоты. Для самых маленьких участников это настоящее испытание на храбрость. Команды кастельеров соревнуются на городской площади Барселоны. Для каталонцев это не просто традиция, это страсть. Индепенденция – независимость, скандируют собравшиеся на площади. Многие каталонцы настолько самодостаточны, что не прочь отделиться от Испании. Испания нас погубила. Она не уважает ни нашу культуру, ни наш язык. Мы больше не можем так жить. Наш народ сделал все, чтобы достичь согласия с Испанией. Но теперь мы окончательно решили создать независимое государство. Поэтому региональный парламент Каталонии решил провести досрочные выборы. Глава правительства Каталонии Артур Масс надеется в конце ноября получить абсолютное большинство голосов. Его цель – проведение всенародного референдума. Партия Артура Масса, считавшаяся умеренно консервативной, сейчас делает ставку на отделение от Испании. Назад дороги нет. Мы понимаем, что встали на трудный путь, полный испытаний, но выбора у нас нет. Иначе каталонцы перестанут быть верны себе, что в корне неправильно. Но этого мнения придерживаются не все. Перед каталонским парламентом протестуют индигнадос, разгневанные испанцы. Они обвиняют региональное правительство в коррупции и расточительности. И считают, что здешние политики несут не меньшую ответственность за кризис в стране. Правительство Каталонии просто использует дискуссию о независимости, чтобы отвлечь людей от важных общественных проблем, которые возникают в результате политики жесткой экономии. Суровые сокращения бюджета продолжатся и в следующем году. Вот они и нашли другую тему для обсуждения. В столице Каталонии, Барселоне, до недавних пор переживавшей экономический бум, сегодня ощущается кризис. Почти на всех стройках, которые финансируются из бюджета, затишье. Будь то дороги, больницы или школы. Плата за обучение в некоторых вузах удвоилась. Региональное правительство сокращает бюджетные расходы, где только может. Общая сумма долга Каталонии уже превысила 40 миллиардов евро. Все было бы иначе, если бы Каталонии не приходилось отдавать столько денег Мадриду. По крайней мере, так считают сторонники каталонской независимости. Эстель Бругалат, биолог по специальности, сейчас без работы. До сих пор она не особенно интересовалась политикой, но теперь участвует в недавно основанном Каталонском национальном собрании. Именно кризис показал, что нам лучше жить в независимой Каталонии. Тогда у нас было бы больше рабочих мест, хорошая система образования и здравоохранения. Среди нас много тех, кто раньше не ратовал за независимость, а теперь стал ее сторонником. Столица Испании слово «независимость» скорее раздражитель. Перед ареной для боя быков особый накал страстей. Ведь недавно каталонцы запретили этот кровавый спорт на своей территории. Что стало ударом в сердце испанских патриотов. Жители Мадрида скептически относятся к успеху каталонского предприятия. В Конституции черным по белому написано, что Испания – это Испания. Никто не собирается отделяться. Так что не думаю, что им удастся этого добиться. Боюсь, что мы не только потеряем время. В случае наихудшего сценария прольется кровь. Слово за слово, а там и камень полетит, а то и пуля. И салит у нас педра, а у пара балла. Эстель и ее друзья из Барселоны отнюдь не склонны к насилию сепаратисты, как, например, члены баскской организации ЭТО. Каталонцы собираются идти к своей цели мирным и демократичным путем. Чего-чего о взаимной поддержке им не занимать. Чего-чего о взаимной. Продолжение следует...